Доброе время! Здравствуйте! С вами Коуч Эльдар Зинуров. Я нахожусь на розовых скалах в замечательном месте. Я хочу сказать очень странную для психолога вещь. Психология – это еще не все. Объясню, что я имею в виду, и это вам обязательно поможет преодолеть те противоречия, которые вы однозначно в своей жизни имеете. Предполагаю, что вы, если смотрите этот ролик, человек, который развивается. Раз вы развиваетесь, то вы используете для своего развития все, что вы можете найти, в том числе психологическую литературу, околопсихологическую литературу, какие-то ролики смотрите, вебинары посещаете и так далее. И еще раз повторю ключевую мысль этого видео. Психология – это еще не все. Когда человек впервые сталкивается с популярной практической психологией, с какими-то фильмами типа «Секрет», с первыми тренингами или вебинарами, у него складывается неверное ощущение, что единственное, чего ему не хватало для успеха в этой жизни, это вот эти самые психологические знания. Для кого-то слово «психологические» заменяется на «эзотерические» и так далее. Но суть в том, что это неправда. Это ошибочное, ложное мнение, которое вы сами себе навязываете и очень сильно ограничиваете себя в своем выборе. Вспомните, пожалуйста, школу. Помните, вы учились наверняка в школе, там были разные преподаватели по разным предметам. Какие-то предметы вам нравились, какие-то вам не нравились предметы, какие-то преподаватели с вами ладили, какие-то не очень. Но я убежден, что у вас обязательно был такой опыт, когда какой-нибудь учитель какого-нибудь предмета обязательно втирал нам такую мысль, ездил по ушам и активно вдалбливал в нам внушение, что вот без его предмета ты в жизни говно пропадешь. И вообще лучше бы тебе сразу повеситься, если ты не знаешь черчение или химию, или алгебру, или физику. В общем, кто что вел, тот на эту тему и втирал нам, что вот куда ты вот без черчения пойдешь. Я помню, у меня был учитель по черчению, учительница, она говорила, без черчения мальчики не смогут починить свою машину в будущем, а девочки не научатся шить фартуки без черчения. Ну и так далее. Все это подавалось под тем соусом, что, дескать, ай-яй-яй, не зная черчения, не умеешь чинить машину, мальчик, твоя жизнь не удалась. Девочка, соответственно, куда ты в этой жизни без пошитого фартука, а ты его не пошишь, потому что не знаешь черчения. Я думаю, идею вы поняли. Так вот, когда вы впервые сталкиваетесь с психологией, занимаетесь саморазвитием, читаете какую-то литературу, возможно, получаете первые успехи, или получаете первую надежду, что успехи обязательно будут, то вы сами себе превращаетесь в такого учителя, и ваше мировоззрение замыкается исключительно на той парадигме, которую вы узнали из книги, тренинга, ролика. И вот вы начинаете думать, что все, что мне нужно для счастья, это вот поправить финансовую карму. Или я выучу НЛП, и тогда будет все зашибись. Или я освою гештальт, и все будет хорошо. И так далее. Течений, учений, психологии огромное количество. Но еще раз повторяю, психология – это еще не все. Психология не может решить всех проблем и не должна решать всех проблем. Психология, она решает только один вид проблем, только один – психологические. Я специально беру паузу, чтобы эта просветляющая мысль дошла до каждого. Психология призвана решать только психологические проблемы и никакие больше. Безусловно, если у вас не лады с финансами в отношениях с начальством или в чем-то еще в любой другой сфере, это, скорее всего, вызовет психологические проблемы. Но психология поможет вам решить только психологические проблемы и никакие другие, если поможет. Если вы ждете, что психология или эзотерика или что-то еще, во что вы верите, на раз делает вашу жизнь шикарной во всех областях, вас ждет великое разочарование и вечное вхождение даже не по спирали, а по кругу, когда вы будете надеяться и жаждать, что вот сейчас я сделаю себе экологические убеждения, вернее, экологичные убеждения, и сразу жизнь заиграет яркими красками. Нет, не заиграет. Потому что помимо психологических проблем у человека есть проблемы медицинские, со здоровьем физического тела, о котором надо заботиться и про которые адепты развития духа всегда забывают. Тонкая душевная организация содержится в материальном теле, о котором нужно заботиться, и если у вас болит голова или если у вас диарея пятый день подряд, вам не до просветления. Есть проблемы финансовые, есть проблемы социальные, есть огромное количество проблем, каждая из которых, да, безусловно, отражается на нашем настроении, на нашем самочувствии, пока вы ее не решите, и вызывает такие психологические проблемы, но решать проблемы финансовые через психологию, на мой взгляд, неправильно, потому что это не решит финансовых ваших проблем. Это отдельная большая тема, возможно, мы о ней как-нибудь поговорим в следующем ролике, если вам интересно, пишите в комментарии. А прямо сейчас я вам хочу еще раз повторить эту светлую мысль, что психология – это еще не все. Психология решает только психологические проблемы и никакие боли. Те психологи, те коучи, которые про это либо не знают, либо забывают, либо забивают и навязывают своим клиентам идею, что тебе всего лишь надо пройти серию моих тренингов, и все у тебя будет хорошо, они либо непрофессиональны, некомпетентны, либо нечестны по отношению со своими клиентами. Психология, еще раз говорю вам, не может решить всех проблем человека. Только психологические и только часть психологических проблем. И если у вас, например, проблемы в быту, то есть вы живете в коммунальной квартире с девятью алкоголиками, это не психологическая проблема, это жизненная проблема. Решать ее надо не психологическими методами, а вполне банальным переездом в другое место или выселением этих алкоголиков куда-нибудь за 101 километр. Вариантов много. Тут у меня осы и шмели налетели. Но психология здесь ни при чем. Точно так же, как ни при чем психология в ваших проблемах с деньгами, если они у вас есть. Или в ваших проблемах со здоровьем, если они у вас есть. Иногда, в некоторых случаях, да, психосоматика имеет место быть, когда наше моральное состояние влияет на наше здоровье. Но, как показывают практика и мои наблюдения многолетние, гораздо чаще наше физическое тело и наши физические болезни влияют на состояние духа. И люди часто это путают. Психология решает только психологические проблемы. Я в своей практике этот постулат использовал всегда с самого начала. Возможно, поэтому, судя по отзывам моих клиентов, я настолько эффективен. Потому что я четко разделяю проблемы психологические и все остальные. Например, юридические, или медицинские, или социальные. Или проблемы любого другого рода. Надеюсь, что этот ролик вас просветил, просветлил. И поможет вам смотреть на свою жизнь более осознанно и более широко, нежели исключительно в микроскоп просматривать только одну сторону жизни, психологическую. Не самую, не важную, но и не единственную. С вами был Коучик Гарзинуров. Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите ваши комментарии.